Слава Иисусу Христу! Я благодарю Бога за то, что я просто могу видеть всех вас, быть вместе с вами и служить вам. Это забота и милость Божья. И я всех вас вдохновляю благодарить. Вообще, Тенс Гивен, или День Благодарения, это напоминание нам всем о том, что это должно стать образом нашей жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Чем больше вы будете благодарить их, тем больше у вас их будет. И этот перечень можно продолжать и продолжать, почему как важно быть благодарным человеком, а тем более нам, христианам. Мы до конца не понимаем важности этих истинных моментов. Но у нас есть за что благодарить Бога. Да или нет? Бог благословляет нас материальными благами и питает нас. Посылает нам хлеб и до хлеба, так или нет? Бог посылает нам духовную пищу, правда, братья и сестры? Да или нет? Бог заботится о нас каждый день. И нет слов, чтобы выразить всю эту благодарность Богу. Я просто хочу вам сказать, что даже этот год еще не закончился. Но к нашей церкви присоединилось людей уже больше, чем за всю нашу историю. Очередь за вами. Буквально придет какой-то месяц, приедет девяносто и больше студентов, желающих намного больше. Целая армия Иисуса Христа. И нам надо их достойно встретить и принять. То есть у нас есть за что благодарить Бога. Кто меня, может быть, не до конца понимает, я скажу, что один человек сказал, так я даже вот, как пойду в туалет, я благодарю Бога. Кто-нибудь меня понимает. Для кого-то это просто рутина, необходимая обязанность. Но кому-то это непросто. Поэтому слава Богу за все, что мы имеем от Бога. Пусть наше сердце просто непрестанно благодарит Бога и возносится Ему хвала из наших уст, из наших сердец. И пусть Бог проставляется в нашей жизни. Вообще любое служение. А я буду сегодня говорить о служении поклонения, о служении прославления. Если вы были внимательны, вот в среду был разговор о молитве. Помните, проповедник говорил, как надо строить молитву, как подходить к молитве. Сегодня я буду говорить просто о служении прославления. Вообще наше служение состоит, можно сказать, из трех основных частей. Это поклонение или молитва. Это проповедь Слова Божия и общение. У меня лично есть заветное желание такое на сердце. Я хочу изменяться в образе Иисуса Христа. Я хочу быть человеком ответственным. И я хочу быть поклонником Иисуса Христа. Я не знаю, как вы. Я хочу быть его поклонником во имя Иисуса. Поэтому первая моя мысль, если операторы готовы, можете включать служение прославления. И мы будем двигаться вместе. Итак, первое, что я хочу вам сказать. Почему важно славить Бога? Почему важно славить Бога? Библия на этот счет говорит так. Псалом 99, 4, 5. «Входите во врата Ио со славословия, во дворы Ио с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его век и истина, и в рот и рот». Значит, причина, почему мы должны славить Бога, Библия говорит, что Он есть благ. Первое. Второе. Он милостивый Бог. И истина Его в рот и рот. Это только несколько причин, почему мы должны славить Бога. Вообще, благодарение – это мое отношение. Это правильное отношение и к людям, и к Богу. Это благодарение. Поэтому Библия говорит «входите во врата Его со славословием, во дворы Ио с хвалой». То есть, входите с правильным отношением. Не с недовольством или ропотом, но с правильным отношением. Почему? Потому что благодарность, она располагает. Она располагает человека, она располагает Бога. Вот почему важно благодарить Бога и пожизнить ей с благодарением. Вторая причина, почему важно славить Бога. К этому призывает нас Бог и Библия. То есть, это прямое повеление от Бога. Послушайте, Псалом 134, 3. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Через эти стихи я хочу просто сказать всему залу, всей аудитории, послушайте, что славить Бога – это не просто хорошо, это не просто то, к чему призывает нас Бог, но это сладостно. То есть, есть вкус в прославлении, как есть вкус в любом служении. Аминь? Бог не предлагает нам никакой безвкусицы. И если Он что-то предлагает, то что-то вкусное. Поэтому есть вкус в прославлении, и кто просто Его не вкусил, тот Его просто пережидает. Какое лично ваше отношение к прославлению? Это вопрос очень серьезен. Ибо это написано сладостно. То есть, это сладостное служение. Вот почему это служение любит молодежь. Дети любят все сладкое. Потому что это сладостно. Еще одна причина, почему я говорю сегодня о прославлении, потому что это одно из дневных служений, которые мы проводим обычно стоя. Вы меня слышите? И когда мы поднимаемся и стоим, то в любом служении самое трудное – это ждать и пережидать. Или догонять, или пережидать. Это самое трудное – пережидать это служение. Кто-то пережидает проповедь, кто-то пережидает молитву. Кто-то пережидает прославление. Но это то, что самое трудное в христианском служении и жизни. Одно дело – участвовать, а другое дело – пережидать. Это трудно. И я вам просто от души сочувствую. Но когда ты участвуешь, ты наслаждаешься, ты что-то приобретаешь, ты живешь. Поэтому вкусовые качества – это уже результат познания Бога, результат личных взаимоотношений с Богом. Библия говорит «вкусите, и вы увидите, что благ Господь». Почему еще важно славить Бога? Потому что прославляя Бога и поклоняясь Богу, мы уповаем на Бога. Вот почему, когда нас постигают какие-то проблемы, мы идем к Богу в молитве. Поэтому Библия говорит, я прочитаю один из стихов, это Евреям 13-15. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву фолы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. То есть Бог ожидает от нас плода. И этот плод мы можем приносить всегда, при любых обстоятельствах. Плод уст, прославляющих имя Иисуса. Поэтому хвала и благодарение – это наше послушание Богу. Это наша привилегия. И это то, к чему призывает нас Бог. И последнее, почему важно славить Бога и благодарить. Поклонение – это то, чем мы будем заниматься в вечности. Я прочитаю вам стихи из Откровения, 7 глава, 9 стих, 11. То есть, это то, чем мы будем заниматься в вечности. И Бог сегодня готовит нас к этому необыкновенному, чудесному прославлению. Слава Иисусу! Может быть, вам не все получается прочитать, а, извиняюсь, новую систему купили. Поэтому надо перестроиться, надо чуть-чуть время. Но будет все лучше и лучше. Слава Иисусу Христу! И еще одна мысль, почему важно славить Бога, потому что Бог, сам Бог, Он ищет в себе поклонников. В Библии написано так. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет в себе». То есть, Бог обладает всем, но единственное, в чем Он нуждается, это в поклонниках. Это в поклонниках. В чем тут секрет? Друзья мои, поклонником истины может быть только тот, кто любит. Поэтому у невесты есть поклонники или поклонник. Он ее любит. Без любви это невозможно. И Бог, Библия говорит, что Бог ищет этих поклонников себе. То есть, Бог прослушивает наши сердца уже сейчас. Настолько мы любим Бога и ближнего. Он нас готовит к прославлению, которое будет там, в небесном хоре. Я скажу вам, что очень трудно служить Богу без жертвы любви к Нему и к тем, кому мы служим. Но если ты любишь, все получается у тебя легко. Поэтому необходимо очень серьезно подходить к прославлению. Да или нет? Важно быть поклонником по сути, не по форме, а по сути. Вот это важно. Важно содержание. Важна любовь, жертвенность и отдача. Я еще раз повторяю, Бог ищет не поклонения, а кого? Поклонников. Причем каких? Которые будут служить Богу в духе и в истине. Вот есть поклонники у артистов, есть поклонники у футболистов, и есть поклонники у Иисуса Христа. Когда футбольные фанаты собираются, то они могут сколько принести там пользы и сколько разрушений и зла. Но когда собираются поклонники Иисуса, это что-то невероятное происходит в нашей жизни. Поклонники – это те люди, которые просто подражают своим объекту поклонения во всем. Они пытаются жить, вести себя, как их ведет идол, кому они поклоняются. Они одеваются так. Они просто ведут себя, они подражают во всем. Это их Бог, это их идол, кому они поклоняются. Поэтому Бог ожидает от нас вот этого истинного поклонения. Почему? Потому что сам Христос сказал Господу Богу поклоняйся, и что и Ему одному служи. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Поэтому метод не работает без личного отношения с Богом. Мы можем взять форму, метод у других. Но если у нас нету личных взаимоотношений, если мы не влюблены в Иисуса, если мы не любим тех, кому мы служим, наше поклонение, оно не будет эффективным. Только посвященное поклонение – это время, проведенное с Богом каждый день. Скажите «Слава Богу». Следующая моя мысль – какая цель в прославлении? Вы видите, здесь вот три цели, их может быть больше. Это Бога прославить, это войти в присутствие Божие, это затронуть дух человека и принести изменения в его жизнь. Все это серьезно. Есть цель в любом служении. Есть цель в прославлении. Поэтому, смотрите, вот в прославлении, например, очень легко затронуть плоть. Вот выйти и включить такую ритмовую джазовую музыку и начать… И уже смотришь, весь зал заведенный, так все вроде бы работает. Но это ты затронул только плоть. Это легко. В любой аудитории. Но еще надо затронуть душу и достигнуть духа. Только сердце открытое, приготовленное, способно воспринимать семена жизни. Это время, как бы, нашей подготовки. И мы должны просто внимательно наблюдать, что происходит в моей жизни. Поэтому я хочу вам сказать, Бог желает работать с нашим духом и через наш дух. Поэтому прославление, оно должно готовить проповедников к проповеди. Оно должно вдохновлять их и настраивать их. Это очень серьезно. Я скажу вам искренне, когда-то делали проповедники. Сейчас этой цели мы пытаемся достичь через прославление. Но в чем здесь сложность? Вы помните такое время, когда было 3-4 проповедника? Помните или нет? Говорят, нет, это нам не подходит. Это уже плохо, это уже история. Но даже с историей мы можем извлекать полезные уроки. Я проповедник и проповедую очень давно. И вот когда я был молодым проповедником, я знаю следующее, что было время, когда я приходил в церковь, и я был готов к проповедованию. У меня была тема, у меня была проповедь на какое-то определенное время. Но бывало так, что я прихожу, я не готов. Я прибежал с работы, но не было у меня время настроиться, приготовиться. Но в то время, если я послушал 2-3 проповедника, я уже был готов. Я говорю ему очень искренне. Если я послушал 2-3 проповедника, я уже был готов. У меня было за что зацепиться и сделать, допустим, итог какой-то этому, может быть, собранию. Это было огромное благословение. Потому что Бог говорит в церкви. И когда ты слышишь что-то, и что-то зацепило тебя, ты имеешь возможность этим делиться с другими. Сейчас у нас практически один проповедник, у нас нет такой возможности. Поэтому ответственность за прославление еще более серьезная. Почему? Потому что если мы, прославляя Бога, входим в присутствие Божье, тогда все остальное строится легко. Вы слышите меня? От души. И люди переживают огромное благословение. Вообще в служении Богу и людям все рождается от присутствия Божья. И мы изменяемся в Его присутствии, да или нет? Слава Богу! Следующая моя мысль, каким же должно быть прославление? Каким же должно быть прославление? Первое, что я хочу сказать здесь, важно постоянство. Вы видите, хорошая иллюстрация. Цыпленок, если что-то попало ему сюда, в ее клюв, он тут же поднимает клюв к небу. И что-нибудь, или воду он пьет, или пищу принимает, он благодарит Бога. То есть, в прославлении, в поклонении Богу важно постоянство. То есть, не только в церкви, вы меня слышите, а идя по жизни. В Библии написано, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. То есть, другими словами, христиане, прославление – это стиль нашей жизни. Это передовая позиция в церкви. Это наша привилегия и возможность Бога прославить всей нашей жизнью. В свое время Иосафат, помните, поставил впереди армии своей, играющих, что и поющих. Это ответственное служение. Еще раз повторяю, это передовая позиция в церкви. И некоторые на этих позициях сгорели. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Поэтому, к прославлению надо подходить очень серьезно. Это больше, нежели музыка, еще раз повторяю, это образ нашей жизни. И еще одну важную истину скажу. Когда мы поклоняемся стоя, еще трудно сказать, что мы действительно поклоняемся. Потому что, чтобы поклониться Богу, надо припасть. К его ногам. Вы меня слышите? То есть, поклонение Богу, это трудно передаваемое словами благоговение перед Богом. Да. Когда я весь готов просто лечь и сказать, Господь, я поклоняюсь Тебе. Я зависим от Тебя. Я нуждаюсь в Тебе. И я просто молюсь о том, что что-то изменится в нашем служении жизни. Что-то особенное будет в нашем служении поклонения. Я об этом молюсь. Потому что, служа Богу, именно так мы можем переживать Бога. Следующая моя мысль – выбор псалмов или репертуар. Какие псалмы лучше пять? Правда, хороший вопрос. Первое, что я хочу сказать, что репертуар должен быть разный в зависимости от служения и от аудитории. То есть, в зависимости от того, каким людям вы пришли, вы должны уже готовить ваши песни и, можно сказать, свой репертуар. Поэтому, в моем понимании, выбор псалмов – это настолько серьезно, что для этого необходимо откровение. Как для проповеди, так и для песен. И я знаю, что это возможно, и я просто вдохновляю вас так жить. Вы видите, здесь написано некоторые вещи. Хорошо, когда через наше пение приходит Божье присутствие. Хорошо, когда открываются сердца. А это цель пения. Хорошо, когда кто-нибудь зацепился за псалом. Где та песня, которую вам хочется петь в течение недели или месяца? Вот вы услышали ее в воскресенье, и вы целую неделю под нос себе тихонечко поешь. Слушай, если кто-нибудь меня понимает, то, чтобы вам было понятнее, я хочу сказать, вот настолько возвратились миссионеры из Кубы. Вы знаете, какая там у них была песня? Любимая. Или не просто любимая, а где они пережили Бога. Эта песня была следующая. Я хочу быть ближе к тебе, Спаситель. Я хочу быть ближе к тебе, Спаситель. И поэтому, когда они приехали из Кубы, они продолжали петь, идя по жизни. Если здесь мы спели, а через неделю тебя спросить, какую песню ты пел в воскресенье здесь, а ты не помнишь. Извините меня, это грош цена этому прославлению. Я верю, что Бог силен, творит чудеса. Еще один важный момент. Какие должны быть псалмы? Псалмы должны быть о Боге и к Богу. Очень часто в прославлении много песен о Боге и очень мало песен к Богу. То, что Бог велик, мы это знаем и в основном не сомневаемся. Но я просто вас вдохновляю. Когда идет поклонение, должны быть песни «Проведи, во святое святых». Это моя молитва к Богу. Если этого недостаточно, ну, например, «Наклони небеса и сойди». Прекрасная песня. Я не буду перечень этот продолжать. Но часто люди, которые участвуют в прославлении, они проставили Бога, рассказали, он велик, он тот, он тот, он тот. Люди приходят в церковь с разным настроением. И когда вы поете, как он велик, они вас слушают и думают, ну, велик, пусть и будет велик. Но люди пришедшие, они в чем-то нуждаются. Они желают что-то переживать. Они что-то услышать желают внутри себя. Поэтому, какие песни хорошо петь, это вопрос не только сегодняшнего дня. Он возникает во многих церквях. Мой ответ очень простой – Боговдухновенные. Почему, вы скажете? Потому что Боговдухновенный псалом, он на сотни, на тысячи лет. Как и Слово Божье. А новые только пока они новые. Их поют только тогда, пока они новые. А потом забывают о них. Я не против новых псалмов, абсолютно. Но я просто приглашаю вас и вдохновляю вас петь Боговдухновенные псалмы. Это псалмы, которые способны открыть сердце человека. Псалом, братья мои и сестры, надо пережить лично самому себе. Он должен проговорить лично к тебе. Лично к тебе. А потом ты сможешь это передать другим. Выбор псалмов. Я вам рассказывал это, но я хочу это повторить. Все я хочу, чтобы это услышали. Мы были на Кубе. Когда мы приехали первый раз, пришли люди неверующие, атеисты. Мы не знали, как к этим людям приступить. Они пришли сами, не зная толком, с кем они будут иметь дело сегодня. Мы, придя к ним, не могли прийти. Они все вышли в национальных костюмах. Так красиво одеты я, праздник. Приедут, как бы сказать, ну, земляки приедут. Поняли вы, да? И они, вот, настрой вот такой у них. Мы пришли и начали петь. Один псалом, два, три. Смотрю, люди, вот, аудитории, они, как бы, вот, закрытые. Ну, лица каменные. Ну, спели вы там пару песен? Ну, ладно, спасибо вам. Это, я говорю, неверующие люди. И потом, как бы сказать, вот, Бог ложит мне на сердце спеть псалом, если пришла беда. Мы не знали их интересов в жизни, мы не знали их переживаний. Но, когда мы спели этот псалом, я увидел, раз, два, три, четыре человека плачут. А значит, это затронуло их сердце. Вы помните, я говорил вам, что легко затронуть плоть. Тяжелее душу. Но есть песни для души. И я, мне хочется кричать, если ты не можешь, не хватает силенок затронуть дух, то хоть для души что-нибудь спой. Я говорю, очень важные истины. Вот, послушайте, и когда мы спели, а мы не знали, как они живут, а у них беды, ну, выше головы, выше крыши. И одна беда. Но мы это не знали. Но, когда мы это спели, что-то начало меняться в аудитории. Проходит еще одно какое-то время. И я увидел, что 90% присутствуют женщины. И я говорю, пожалуйста, маму, давайте споем маму. На каком концерте можно петь что-нибудь о маме? Ну, разве там на праздник мамы? Но когда мы спели, я смотрю, еще с десяток человек начали плакать. Выбор псалмов. И последнее, что положилось мне на сердце, на этой евангелизации. Это то, что я сказал, давайте споем псалом. Вернись домой о блудном сыне. И когда мы ее спели, то 90% в сале людей рыдало. Это открытое сердце. И когда они плакали, они не только плакали, они просили, можно будем петь вместе с вами? Я говорю, можно. И первое, что они попросили, можно повторить этот псалом? Как часто вот вы поете песни или слушаете других певцов, когда, как часто просят повторить. Пожалуйста, мы хотим только вот этот. Можно еще раз? Почему это происходит? Потому что этот псалом кого-то зацепел. И вот когда мы спели псалом, мы были там еще, допустим, какое-то время, три дня или неделю. Но везде, где мы встречались с ними, они просили у нас петь только один псалом. Вернись домой. Вернись домой. Уж близко к ночь. Все. Все. Это то, о чем я проповедую, что псалмы хорошо петь, не просто в церкви, а так захватывать дух человека, чтобы он пел хотя бы в течение недели. Я понимаю, что это непросто, но я знаю, что это возможно, потому что я сам это практически переживал. Поэтому я просто вас вдохновляю. Друзья мои, когда их сердца открылись, вы не представляете, что это было за общение. Человек 80 покаялась на первой евангелизации. Я говорю, это только потому, что их сердца открылись. Если бы они не открылись, ничего бы этого не было бы. Аллилуйя. Теперь послушайте. Если мы говорим о благодарении, то высшая форма благодарения Богу это покаяние человека пред Богом. Еще раз. Это покаяние человека пред Богом. В Библии написано, нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни. Если Он искупил тебя не серебром или золотом, но ценой своей жизни, если у тебя есть совесть и желание Бога прославить, то первое, что ты должен сделать, это покаяться пред Богом. И это можно сделать сегодня. Больше того, если ты покаялся и любишь Бога, ты не можешь не служить Богу, любя Бога. И я вас вдохновляю так жить. Послушайте, можно скопировать песни, ноты, но невозможна благодать. Но невозможна благодать. Поэтому Библия вдохновляет нас готовить свое сердце серьезно к прославлению. Промаливайте ваши псалмы. Иногда в прославлении как бы нет организованности. Кто принес псалм, тот и поет или запевает его. Важно не просто, что мы поем, а где мы поем, почему и как мы это делаем. Я прошу, пожалуйста, обратите на это внимание. Выбор псалмов. И я не удивлюсь, я ничего ломать не собираюсь, что придет день, когда мы просто все служение проведем вместе. Пая его, спевая Бога. Я этого жду. Когда все участвуют, все участвуют, это огромное благословение. Хорошо, друзья мои. Я не знаю, как вы скажете. Я уже могу закончить. У меня тема очень длинная. Следующая тема у меня музыкальное служение. Можно продолжить, можно закончить. Как у вас настроение? Музыкальное служение. Хорошо. Каким должен быть звук? Каким должен быть звук? Нормальным. Спасибо. Спасибо. Я тоже за то. Послушайте, почему важно, чтобы было пение и музыка в церкви? Потому что благодаря музыке, то есть музыка всегда помогала человеку выразить свои радости и печали. Аллилуйя. Скажите, слава Богу. Поэтому, если люди играют, это нормально. Поют тоже нормально. Но послушайте, важные истины. Когда-то, когда злой дух находил на Саула, то что делал Давид? Он играл. Слава Богу за таких музыкантов. И злой дух отходил от Саула. Вот предназначение музыки. Когда в свое время Елисей Прок нуждался в Божьем посещении, он что сказал? Призовите мне что? Гуслиста. И когда тот играл, Дух Божий сошел на Елисея. Поэтому, друзья мои, наши уши, например, они воспринимают все, что происходит в зале намного острее, чем остальные органы наших чувств. Вот я просто могу сказать там внимание, а потом ну так издаваю какой-то звук. Раз. И ваше внимание многократно усилится. Почему? Потому что это относится к нашему слуху. Поэтому не обращать внимания на это просто невозможно. Поэтому какой должен быть звук? Звук необходимо регулировать по пению группы или участию зала. Представьте себе, какой у нас будет звук. Если я пою и не слышу себя, это значит, что музыка слишком громкая. В поклонении главное не оторваться от зала. Зал это поклонники, и когда они поют и молятся, это то, что надо. очень часто мы слышим только здесь хороших певцов. Но что меня удивляет, например, я проповедник. Слушайте меня внимательно. Если бы я видел, что вы меня не слушаете, у меня не было бы никакого интереса проповедовать. Но если я здесь поклонник, и меня зал не интересует, то извините меня, кому мы служим? Я привожу вам просто элементарное истинное. Смотрите, вчера мы были на бракосочетании, и там ведущий был интересный, но главное не это. Он просто начиная программу 1-й псалом, и говорит, будем петь вместе. Чужой человек, чужая песня, какую вместе вроде бы, но подход правильный к людям. Мы приходим, например, пришли мы к кубинцам, какое-то время мы поем для людей, но когда люди начинают петь, это значит, мы достигли цели. Аллилуйя! Если мы попели и разошлись, это ничего. Не случайно, например, вот вы обратили внимание, что когда Жанна вышла, она просто пригласила всех к чему? Просто к пению. У меня такое впечатление, друзья мои, что часто для церковной музыки гораздо важнее быть профессиональной, чем той, в которой легко участвовать, чем той, в которой легко принять участие. Послушайте, громкость музыки иногда поднимается так сильно, что люди не слышат ни себя, ни того, кто рядом. Поэтому они не поют. Запевали в прославлении нужны люди, которые направляют и вдохновляют всю аудиторию. Это не просто слова, это жизнь в поклонении, скажите, слава Богу. Поэтому музыкальное служение, оно не должно заглушать песен, оно должно служить фоном для них. то есть, если, например, кто-то пытается помолиться, а его не слышно, потому что прогрош классный идет. Запомните, я извиняюсь, но если люди не участвуют в прославлении, это проблема не аудитории, а группы. Иногда люди воздерживаются от пения, потому что псалом, который звучит, они его просто не знают. Я не против новых псалмов, но мы должны находить ключи к аудитории, стараясь к этому моменту каждый день. Я вас просто вдохновляю. Еще один важный момент, служение Богу поклонения должно быть богоцентричным. Что это значит? Оно должно духовно обогащать слушателей и прославлять Бога. И оно, это поклонение, должно побуждать тех, кто участвует в нем, воспитывать не характер Иисуса и преображать его образ во имя Иисуса. Поэтому я прошу вас, кому вообще должны подчиняться музыканты в плане звука. Я уже пастыря пропускаю. Они должны подчиняться хорошему оператору. Но в хороших музыкантов практически хороших операторов не бывает. Мне очень хочется, чтобы все были были хорошими и прислушивались друг к другу. Время идет очень быстро. Последнее, что я хочу вам сказать, ну, что я успею, и потом мы помолимся. Наше лицо и внешний вид. Если ты знаешь, что Бог есть внутри тебя, покажи это своей жизнью. Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об этом своему лицу. Халлелуя. Наше лицо и внешний вид. Запомните, мы правильно стареем только тогда, когда мы улыбаемся. Апостол говорит, но я ни на что не взираю и не держу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божией. Все. Одно желание, одно желание, одна мечта с радостью совершать свое служение. Радоваться и радовать других. Это огромная привилегия. Радость это чувство полного удовлетворения, что ты выполнил свое предназначение. Я часто говорю, улыбнись ближнему и кто-то улыбнется тебе. Улыбка ничего не стоит, но многое меняет и дает. Итак, наш внешний вид. Вы все сегодня красивые. Я, когда увидел Сергея Сыроков, вышел сюда, думаю, он не зря два раза выходил, он так оделся красиво. Вы заметили это? Слава Богу. И все вы сегодня красивые. Но послушайте меня внимательно. Если просто улыбки нельзя научить и заставить человека тоже невозможно. Улыбка это то, что исходит изнутри. Многие люди здесь в Америке улыбаются, пока все так нормально, благо. Когда обстоятельства меняются, и улыбка исчезает. Но мы должны улыбаться, сиять от счастья, несмотря ни на что. И если например человек выходит сюда в прославление, он просто должен сиять от счастья. Сиять от счастья. И к этому можно приходить, это можно переживать. Если вот такое просто люди выходят или глаза закрывают, вы должны искать контакт глазной с аудиторией. Я не против, что ты когда-то там закрыл глаза, но ты должен контакт, контакт искать. Ты хоть увидишь, если кто-то задремал, а если глаза закрыты. Поэтому когда были гонения на христиан, послушайте, вот я жил в Запорожье, и что интересно было, расскажу вам. Когда милиция приходила, часто посещая собрания, разгоняя их, они часто приходили с фотоаппаратом. И когда шло служение, например, они могли прийти на молитве или там во время проповеди. И они пытались особенно молитвы фотографировать всех, кто там молится. И когда они сделали вот этот, снимки собрали, послушайте меня внимательно, никогда. Потом в центре города, в центральном универмаге, они вывешивали эти фотографии и говорили, посмотрите на вот этих сектантов, посмотрите, что там происходит в их собраниях. И вот смотрите, вот сюда, на этот стенд, никто никогда не попал улыбающийся, сияющий, потому что, если бы они выставили фотографии, им бы было самим стыдно. А если у кого-то такое перекушенное лицо, такое страшное, они фотографировали, смотрите, смотрите на них. Я понимаю, что это только пример, но я хочу просто вас вдохновить, как мы должны жить, как христиане. То есть, не только наши глаза, не только наш разговор, наше лицо, оно должно отображать Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому я вдохновляю вас так жить и заканчивая вопрос внешнего вида, я хочу вам сказать важную истину, и мы помолимся. В чем она состоит? Раздеваться можно только в душе, в своей спальне и перед врачом. Все, что вы одеваете, оно не должно возбуждать похоти в других людях и не возбуждать или не питать гордость в человеке. слава Богу! Мы продолжим эту тему. Она у меня длинная, надеюсь, хорошая. Служения у нас необыкновенные. И я хотел бы, чтобы мы не просто помолились, но вместе с группой поклонились Иисусу. у нас есть прекрасные певцы, музыканты, группы, есть посвященные люди, серьезно посвященные. И есть то, над чем мы должны работать. И если мы будем просить милости в Бога, Бог будет все менять и творить чудеса. Я вдохновляю вас так жить. Давайте мы вместе поклонимся Богу, прославим Бога за все. Аминь.